Сегодня хочу проповедовать на тему, как проверить нашу близость к Богу или нашу духовность. То есть еще одна проверка. Очень интересная тема. Но я говорил еще в прошлый раз, что болезнь лучше предупредить, нежели ее лечить. Хочу сказать заранее, что эта тема многогранная, и я не могу в одной проповеди раскрыть ее полностью. Но мы начнем рассуждение на эту тему, как проверить нашу близость к Богу, нашу духовность. По каким параметрам, по каким стандартам, как мы можем узнать это лично для себя. Потому что я думаю, что многих из вас этот вопрос волнует. Что является определяющим фактором? Это чудеса, это знамения, это пророчество, это дары или это еще что-то? Вот что? Я был не так давно на Украине. Помните, и один из вопросов, который задали мне в одной из церквей. Почему Христос запрещал говорить об исцелениях или о тех чудесах, которые Он совершал? Почему Он это делал, причем неоднократно? И я сказал, что одна из причин, почему Иисус это делал, Он это делал потому, что Он желал, чтобы люди познавали Бога, а не Его возможности. Потому что многие шли за Ним, потому что в Библии написано, ели хлеби насытились, они получали ответ на какие-то материальные или духовные нужды, или просто видели чудеса. Но Иисус Христос, Он желал обратить свое внимание на Себя, потому что Он есть Бог, дающий и жизнь, и дыхание, и все. И по мере познания Бога, человек сам становится лучше. Поэтому на вот эти некоторые моменты я хочу обратить ваше внимание. Христос не желал, чтобы о Нем было какое-то неправильное понимание или мнение, или о Нем, или в Нем рез какой-то неестественный авторитет. И поэтому Он иногда это делал. Послушайте, что написано есть в Библии. В Матфея 7, 23 есть написан такой стих. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть здесь категория людей, которые делали, творили неправду. И Библия говорит, что в конце концов они услышат, что сам Бог скажет, я не знаю вас, я никогда не знал вас. Я не знаю вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Обратите внимание, тема моей проводит, как проверить нашу близость к Богу или нашу духовность. Значит, о каких людях идет речь? Что это за люди? Чтобы вам было понятно, я хочу привести вам пример из Библии и рассказать несколько слов о Валааме. Это был человек удивительной судьбы. Почему? Потому что он как бы в себе объединял странную комбинацию. сочетание духовных даров и не совсем хорошего, или даже сказать, скверного характера. Именно таким человеком был Валаам. Мы судим об успехе в христианской жизни, о чей-то духовности больше, обращая внимание, на дары, но не на развитие в человеке, просто благочестивого характера. Но принятие духовных даров, оно не меняет нас внутри, не меняет человека характер. Но принятие каких-то даров, оно как бы увеличит нашу ответственность. Почему? Потому что наше влияние на других становится больше. То есть наша ответственность, в первую очередь, перед Богом. Так вот, Валаам, он сказал, можно сказать, несколько, четыре, написано потрясающих пророчества об израильском народе, которые удивительны по сути, по содержанию и по силе. И эти пророчества он изрек, и он подтвердил этим пророчеством намерения Бога по отношению к Израилю и намерения Бога по отношению к врагам Израиля. И сейчас, если вспоминать это все, то он сказал некоторые слова, я сейчас вам напомню. Он сказал так, как я изреку зло, Бог не изрекает зла. Как я могу проклясть, если Бог не проклинает его? И когда Валак Цармавицкий менял ему награду, обещая его просто благословить, его золотить, он снова поднимался на новую гору и говорил, Бог не человек, чтобы ему лгать, и не Сын Человеческий, чтобы изменяться. Вот начал благословлять, и не могу иначе. Скажите слава Богу. Бог когда-то начал благословлять вас, и Он не может иначе. Пусть благословение Божие в вашей жизни умножится, и относительно Израиля, то там было просто сказано, что благословляющий тебя будет благословен, а проклинающий будет проклят. Вопрос следующий, что заставило Валаама в свое время действовать вопреки вот этому откровению, которое он получил от Бога, что в конце концов привело ее к погибели. То есть еще раз потрясающее, что откровение. Но тем не менее, конец этого человека был печален. Почему это случилось? В Библии написано так, 2 Петра 2,15 написано так, Он возлюбил мзду неправедную, предался оболщению мзды. Он возлюбил мзду неправедную, то есть другими словами – деньги. Он был искушен в этом, в деньгах. Он стремился к славе, к почету. В основании всех этих желаний лежит человеческая гордость. Что интересно, послушайте меня сейчас внимательно, что когда это все происходило, Он был искушаем, действительно, но всегда Он говорил правильные вещи. Он говорил так, если царь Валак или царь Валак, Он даст мне все серебро, все, что Он может мне дать, я буду говорить всегда только то, что скажет мне Бог. Помните это? То есть Он слова говорил правильные. Но сердце Его было неправильным. И то, что я читал, уже дважды подтверждается в Новом Завете, что Он возлюбил деньги. Это серьезные искушения для всех поколений. И они погубили очень и очень многих, на любом уровне. Он возлюбил, написано, мзду неправильную, неправедную. Поэтому ввиду этого получилось, что Он, будучи весьма благословен Богом, потерял то, что Он должен был получить в своей жизни. Когда Бог помешал попыткам Его проклясть Израиля, послушайте, Он просто предложил для мавитян другой вариант. Он сказал, «Если ваши женщины, они склонят израильтян к идолопоклонству и блуду, то необязательно проклинать Израиля. Не обязательно в их жизнь придет суд Божий через это. И потом они просто будут слабыми, как прочие люди». И написано, что когда это случилось, то погибло в один день 2400 израильтян. Еще раз. Он буквально не проклял Израиля. Валак верил в свято, что этот человек, кого проклянул, тот будет проклят, а кого благословит, он будет благословен. Он многократно благословил Израиля, и царь Мавицкий был расстроен. Но послушайте, деньги сделали свою работу. Каждый раз он предлагал ему почести получше, гости приходили поздно к ней, а денег и золото предлагало все больше и больше. И вот здесь Валаам пошел на компромисс. Почему? Потому что он обладал дарами. Но еще раз повторяю, он имел скверный характер. В конце концов, все это благословение он не дало ему должной жизни. Но он погиб с врагами Израиля. И вот когда это случилось, он дал совет. И по совету мавитяне так и сделали, по совету Валаама. В результате Израиль был введен в грех. И погибло их, как вы видите здесь, несколько тысяч. И Библия говорит, только тогда, когда поднялся Фионес и по ревности своей вошел в один шатер. И этих грешников погубил, прекратилось поражение Израиля. Поэтому я привел вам только один пример. Тема моя сегодня, как проверить нашу близость к Богу. На что Бог обращает внимание? Что Он ценит в человеке? И каких Он целей желает достичь в каждом из нас? Главный признак, как можно проверить нашу духовность. Вы можете читать вместе со мной. Это третья книга царств. Девятнадцатая глава. Я прочитаю из 11 стиха. И сказал, «Выйди и стань на горе пред лицом Господнем. И вот Господь пройдет и большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня веяние тихого ветра». Еще раз. После огня веяние тихого ветра. какие же главные характеристики или призраки нашей духовности я прочитал очень важный стих здесь идет речь о или и если вы помните в предыдущей главе бог через илию совершил большое очищение в израиле помните когда он собрал пророка валовых на гору кормил и те приносили жертвы своим богам но не было ни голоса не ответа и когда пришла очередь или и он собрал этих 12 камней по числу колен израилевых он положил соорудил этот жертвенник положил жертву полил это все водою помните а потом сказал все господи я сделал по слову твоему и написано не спал огонь с неба и пожирал и жертву и огонь и дрова и весь народ возгибнул господь есть бог господь есть бог он восстановил правильное или истинно поклонение в израиле слава богу но потом жена хава или за и и и и завель которая просто содержала этих валовых пророков ложных пророков и кормила их она поняла насколько намного потеряла и она сказала и это донесли просто попросила передать или и что завтра будет с твоей душой или с твоей жизнью то что было со всеми ими или я написано он удалился в пустыню и даже был готов умереть но явился ему ангел господин и там был разговор он ее кормил там он его обновлял силы а потом спрашивал или я почему ты здесь и каждый раз он говорил я возрвал о боге саваофе он сказал возврата о господи боге саваофе ибо сыны израиля ставили завет твой разрушили твои жертвенник пророков твоих убили мечом остался я один но и моей душе ищут чтобы отнять и бог сказал пойди и стань этот сих который вы только что видели и дальше он говорит будет то это это и огонь и землетрясение и ветер но не во всем этом бог а потом что написано а потом тихое веяние ветра я как христиан верю что должны быть в церкви в народе божьем чудеса и знамения и они должны сопровождать детей божьих по жизни но хочу обратить внимание на вот это тихое веяние ветра библиар что не в ветре и не в землетрясение господь но в тихом веянии то есть я понимаю что чудеса совершаются с той целью чтобы бог поселился в наше сердце нашем сердце своим миром божья благодать и дары приходят в нашу жизнь с единственной целью чтобы изменить первую очередь нас внутри чтобы послужили благословением для окружающих то есть бог посылает свою благодать свои дары в том числе и дары чудотворения чтобы бог чтобы мы уверовали в него во первых так чтобы научились мы от него и чтобы мы успокоились в нем и чтобы мы успокоились в нем написано в библии придите ко мне все труждающиеся обремененные и я успокою вас очень интересное заявление христос не уже если вы придете ко мне то вы будете обладать теми тем у вас будет невероятная возможность или вы будете совершать вот эти все чудеса но здесь идет речь о том что иисус желает достичь человека в конечном результате то есть если над над человеком трудится бог посредством даров духа святого но человек не меняется внутри эта работа божья не эффективна для человека но когда бог достигает своих целей в нас это наше общее благословение бог призывает нас к тому чтобы мы носили бремена друг друга и имели любовь что между собой вы помните из писания что иуда обладал теми же дарами в какой-то мере что и остальные апостолы но это не принесло ему желаемого результата почему потому что бог не утвердился в нем апостол павел обращается коринфянам которые обладали многими дарами он говорит так ибо если между вами зависть споры и разногласия то не плотские ли вы хотя они были достаточно духовные люди и так в моем понимании серьезное служение он начинается со встречи с живым богом разделять человека с богом может только грех поэтому библия призывает нас чтобы мы привели свою жизнь в порядок и искали бога который может дать и все благословения и дары христос однажды сказал такие слова ибо нищих всегда имейте с собою а меня не всегда имеете это случилось когда эта женщина пришла к нему и разбила этот сосуд помните и ученики говорили зачем такая трата мира не лучше было бы все это собрать и отдать нищим который всегда было что много но христос сказал что нищие были и бедные и будут но я не всегда с вами вот почему мы например должны упражняться в добродетели но первостепенной нашим можно сказать первостепенной личностью для нас к утра должна увлекать нас и за которым мы должны следовать это кто иисус христос невозможно или нельзя ценить труд или служение больше бога можно так затрудиться что боги вообще забыть библия призывает нас ищите бога ищите господа и силы его ищите лица и всегда то есть ищите встречи живым богом свое время а винир он желал встречать встретиться с давидом но никак не мог почему потому что давид ему сказал ты не увидишь лица моего если кое-что не приведешь своей жизни в порядок а о чем у него просил гор ты не увидишь меня если не приведешь с собою мелхолы так точно и наше стремление оно может быть правильным но мы не достигнем цели если мы не убираем препятствия которые препятствуют встречаться с богом лицом к лицу в библии написано блаженный непрочный в пути им ходящий в законе господнем блаженный хранящий откровение его всем сердцем ищущий его они что блаженны чем они отличаются от других вот эти блаженные люди написано они не делают беззакония ходят путями его я еще раз хочу обратить всех внимание на вот это слово на вот это слово а потом тихое венья ветра послушайте если в сердце вашем есть божественный мир тогда устроиться ваша жизнь ваша семья и ваша церковь тогда все дела ваши и текущие материальные духовные они устрояются потому что вы обладаете тем ради чего в мир пришел христос бог он всегда говорит к человеку спокойно и все что от бога она успокаивает человека если например идет дождь то нам хочется спать а если кран течет то хочется и год что отремонтировать поэтому все что от бога она приносит успокоение мир и покой а потом тихое венье ветра следующая моя мысль как проверяется наша духовность в испытаниях и бурях она действительно проверяется и как и как правильно себя вести когда мы попадаем какие-то испытания проблемы или бури основном стих который вы видите здесь это исаи 30 глава 15 стих здесь написано так ибо так говорит господь оставаясь на месте и в покое вы спаслись бы в тишине и в уповании крепость ваша правда есть в том что когда приходит испытание нашу жизнь нам хочется действовать нам хочется что-то делать и мы проявляем невероятную активность но библия говорит так говорит господь оставаясь на месте и в покое еще раз скажите вместе со мной на месте и в покое вы бы спаслись в тишине и уповании крепость ваша люди которым это было обращено они брал так мы на конях убежим а бог говорит и те которые будут догонять вас они будут еще быстрее они вот мы на верблюдах быстрых убежим а что пешим тогда остается делать и так бог говорит что в тишине и упокое оставаясь на месте вы будете спасены или сила их было в чем сидеть спокойно это тот что бог призывает сегодня христиан когда мы в покое когда мы полностью доверяем богу когда мы в состоянии полной зависимости от бога тогда к нам приходит помощь от бога но мы должны делать то что мы должны делать что я имею ввиду это не имеется ввиду что ну есть такое состояние что варну спокоен как дверь я не это имею ввиду то есть его приглашать к служению какому-то действию он спокойный никакой реакции я имею ввиду то когда вокруг тебя обстоятельства против тебя когда отношения с людьми не совсем правильные то есть люди атакуют тебя обстоятельства придавили тебя когда кажется хочется что-то кричать бежать что-то делать тогда библия говорит ты должен быть что мы должны быть спокойны и это очень серьезный призыв к нам христианам я хочу вам сказать что правда в том что покой для нас многих только снится и люди даже свою озабоченность часто объясняют духовность они постоянно куда-то движутся если не физически то в мыслях но бог говорит сила их сидеть что он спокойно вообще правда из том что испытания приходят в нашу жизнь так или нет братья и сестры какая их цель я хочу немножко на этом остановиться смотрите есть его написано в 7 главе я просто прочитаю вам что такой человек что ты сколько ценишь его и обращаешь на него внимание твою посещающую каждое утро и каждое мгновение испытывающего послушайте посещает бог нас как каждое утро и каждое мгновение что испытывает нас кажется не за много ли правда каждое мгновение он проверяет нас почему он это делает какая цель бога в испытании он хочет увидеть нашу истинную ценность утвердиться в ценности личности он хочет увидеть что мы как христиане в его глазах бесценны потому что мы доверяем богу мы полагаемся на бога мы храним себя для него и мы посвящаем себя его ему целиком и полностью поэтому в нашу жизнь приходят часто испытания я я прочитал почему это случается и если это случается это знак божьего благоволения к нам и божий что любви на каком основании это говорю что серебро и золото она периодически испытывается правда или нет металл очень редко если случается это может быть однажды в жизни но все что цену имеет особую цену он очень часто проверяется поэтому здесь написано и и каждое мгновение испытываешь его очень важно нам научиться отличать испытания от наказания вот если случается что либо вашей жизни вы знаете как люди смотрят на все это приблизительно то выглядит так если у кого то что то случилось если у меня что то случилось то мы говорим бог меня испытывает а если у кого то что то случилось то мы говорим как бог его что наказывает вообще мной христиане они верят что мы вообще освобождены от всяких наказаний и если случается скорби то это что то такое невероятное в нашей жизни не хотел бы чтобы сейчас услышали что об этом говорит бог евреям 12 глава вы можете открыть вместе со мной и мы прочитаем некоторые стики из 5 стиха и забыли утешение которые предлагается вам как сынам какое же утешение сын мой не пренебрегай наказанием господним и не унывай когда он обличает тебя слышите ибо господь кого любит того и наказывает бьет же всякую сына который что принимает если же вы терпите наказание то бог поступает мы с вами как кто знает как с сынами ибо если если какой сын которого бы не наказывал отец если же остаетесь без наказания которые всем общее то вы незаконные дети они сын и вы просто незаконные дети обратите внимание если же остаетесь без наказания которые всем общее причем общее это распространяется на детей как родители наказывают своих детей так бог своих и он имеет как я уже сказал определенную цель он хочет нас воспитать он хочет нас чему-то научить его смотрите как отличать испытание от наказания и а в свое время сказал так он понял что бог испытывает ее и сказал он знает путь мой пусть испытывает меня выйду как золото но что интересно два друга которые пришли к нему с утешением помните они смотрели на ситуацию сего совершенно по-другому и они почему-то решили что бог его наказывает за грех помните и они убеждали его покаяться в конце концов в эту ситуацию вступается боги что он говорит что иов был правее он лучше нежели кто его друзьям в упование которое было в иова можно только восхищаться и подражать он говорит сейчас мне трудно я не все понимаю но одно я знаю и я знаю почему он это знал что в жизнь мою пришло испытание но в конце концов это испытание меня не сломает я буду только в этой ситуацию стану лучше бог поменяет меня внутри и я буду вполне благословен что живым богом каким нашим ответом должно быть на ту ситуацию которую мы встречаем в нашей каждодневной жизни послушайте если например вы проходите через наказание вашим ответом должно быть что покаяние если вы проходите через испытания то вашим ответом должно чтобы терпение еще раз если вашу жизнь пришло наказание то вам необходимо что покаяться например вот в течение недели что-то случалось с вами или с вашими детьми как вы должны действовать вы должны разрешить богу просто проникнуть в вашу глубину в ваше сердце если бог напоминает вам или говорит о ваших неправильных деяниях поступках или грехах значит это наказание божие и вам надо что покаяться если же подобные вещи случаются в вашей жизни но вы проверяя себя ничего не находите за собою значит вам надо вооружаться чем терпением это простые истины но это толще мы соприкасаемся в реальной жизни значит каждое испытание которое мы встречаем в нашей жизни она направлена то чтобы изменить наш характер или сформировать нас внутри божья цель при этом чтобы каждый христианин наши в своей жизни отобразил христа и так наша духовность проверяется в жизненных испытаниях и бурях и когда эти испытания приходят в нашу жизнь как мы должны действовать и как мы действуем это моя последняя мысль искушение которое мы испытываем проходя через бури какие искушения приходят в нашу жизнь когда в нашу жизнь пришли испытания или искушения первое искушение это искушение требовать немедленного ответа или поиск решения проблемы это я вам скажу честно это тот что больше все нравится христианам если человек заболел они говорят господи исцели если три дня попросили не происходит желаемого значит что-то с богом не в порядке второй момент что делают христиане это изгоняют дьявола ну чтобы на душе стало легче на еще раз хочу просто акцентировать ваше внимание что испытания искушения в нашей жизни это реальная вещь это не есть что-то из вон выходящий написано с великой радостью принимайте братья когда впадаете что в различные искушения когда проходите через какие-то испытания но правда есть в том что все это случается в нашей жизни почему бог допускает испытание искушения в нашей жизни потому что когда мы уверовали бог возродил наш дух но с душой нашей надо еще много и много работать чтобы ее изменить так чтобы она была способна отображать христа о чем я проповедую сегодня если бы люди обладали сердечным миром не было бы никакого напряжения не в отношениях не в семьях не в церквях не в людях куда христос приходил он умиротворял любую ситуацию потому что он был носителем вот этого мира все напряжения которые возникают сегодня в реальной жизни это от недостатка духовности часто случается это потому что люди говорят правильные вещи но живут совершенно другой жизнью вы помните урилу завала ману вот есть он предложит весь дом не серебра я ничего не скажу кроме того что скажет мне бог помните но в какой-то момент соблазн сработал и он был куплен за эти гроши трудно представить ситуацию иуды он был благословен среди немногих двенадцати апостолов но в какой-то момент он был куплен за небольшие гроши только потому что этот человек он не был свар сформирован внутри вы знаете что наша похоть она побуждает нас искать ответы на наши нужды вместо того чтобы искать бога еще раз написано ищите бога ищите лица и всегда не написано что ищите его даров больше того например вот ищите его исцеление то есть что я хочу сказать я верю что бог исцеляет больных и сам об этом молюсь но каждый раз когда я заболеваю я задаю себе два вопроса минимум почему это случилось и чему бог желает научить меня или что он хочет мне сказать чем он хочет научить меня или что он хочет мне сказать если я например нахожу в себе что моя жизнь неправильно пред богом значит я должен что покаяться прежде чем просить о какой-то помощи почему если вы верите в то что бог может наказывать то есть например отец наказывать ребенка с какой целью чтобы ее исправить то и чтоб человек покаялся и все поэтому если мою жизнь пришла какая-то проблема несчастье трудные обстоятельства вы слышите меня и если я понял что происходит и покаялся то любой отец он меняет ситуацию вокруг он приходит на помощь с другой стороны если я неправильно себя веду пред богом но что-нибудь совершилось мои пути сузились например а я говорю господи освободи он не освобождает почему потому что он не ради этого пришел он пришел чтобы помочь мне полностью изменить меня например кризис пришел в жизнь многих правда но по-разному люди реагируют на все это одни просто может быть вообще теряются в этой жизни и уходят из жизни другие вроде бы переносят это все спокойно но как правильно реагирует на все это а некоторые вы знаете они обновились внутри они пробудились они извлекли настолько жизненно важные уроки что это их настолько приблизило к богу что их от бога уже не оторвешь некоторые еще пока только на пути но если бог что-то допускает в нашу жизнь то он желает чтобы мы слушали его да бог иногда говорит через болезнь да бог иногда говорит через трудные обстоятельства вы знаете что свое время бог говорил реально с валаамом вы слышите меня бог ему открывал величайшие откровения и будущее орд вижу но еще не но еще вижу но не зря близко но еще нет он уже в те времена из этих высоких гор указывал на христа но что-то в ее жизни поменялось вдруг едет он нас лице и случилось так что когда-то к нему бог говорил а сейчас кто говорит ослица для пророка это вроде бы унизительное явления но топ был тот же самый бог еще раз возвращаюсь говорят что сегодня бог не говорит так как это было когда-то может быть и не говорит но это не значит что он молчит просто люди не способны его слушать они привыкли например слышать так говорит господь и когда этого нету то им кажется что и бога нет именно в том месте или в данной ситуации но бог наполняет собою всю землю и он может употребить любого человека любые обстоятельства чтобы любого из нас поставить на свое место и если например человек долгое время не слышит бог сужает пути такого человека человек этот был очень расстроен что ослица верная не подчиняется ему он начал бить ее но случилось так что она еще сделала уже дорогу прижалась к стене и ему стало еще хуже и ему стало еще хуже он уже был готов похоронить здесь ослицу а бог ему говорит причем здесь ослица ты не должен быть глупым как осел я тебя сюда не посылал твой путь бог говорит не угодный мне и очень жаль что ты перестал слушать меня и когда люди сворачивают с путей господних тогда у бога просто нету выбора как использовать и употреблять ослицу но верен бог который говорит и сегодня присутствующим в этом зале во имя иисуса суть нашей молитвы не в том чтобы получать ответ от бога а чтобы встречаться с ним еще раз да безусловно это нашему слуху не нравится но суть нашей молитвы в общении с ним и когда наши общение будут восстановлены послушайте меня восстановлено общение открывает сокровищницу небес и тот с которым ты общаешься он скажет что ты хочешь от меня я пол царства готов отдать тебе но часто у нас общение никакого а просьб и нужд целые длинные списки но есть бог дающий жизнь и дыхание и все но все эти благословения приходят нашу жизнь когда мы восстанавливаем общение живым богом проблема наша что нам хочется все очень немедленно и быстро если это не происходит мы опускаем наши руки суть нашей веры в перерождение нашу характера еще раз суть христианство в перерождение нашей природы счастье не в том что ты имеешь но счастье в том кем ты являешься пред богом какой ты человек люди которые стремятся к обладанию рано или поздно будут разочарованы но кто имеет меня говорил христос тот имеет все аллилуйя он влечет нас к себе он хочет чтобы мы были увлечены им потому что он есть добрый и милующий бог еще один момент какие искушения приходят в нашу жизнь когда мы проходим через бури это искушение сдаться то есть опустить руки то есть прийти к выводу что в этой ситуации изменить уже ничего невозможно вы знаете такое выражение никогда не сдавайся иногда люди поступают следующим образом бог забыл меня коль он не ответил мне сегодня бог меня больше не слышит бог не обращает внимание на меня и ему вообще все равно что происходит в моей жизни больше я верить ему что не буду некоторые от я слишком плохой просто небо для меня закрыта но это не так это просто искушение и это дьявольская ложь я говорил вам часто люди говорят ты же христианин почему происходит это в твоей жизни или почему эта болезнь постигла тебя я помню тебе говорю что эти больные они живут иногда очень долго и неблагословенные в своей работе служение в семье а те которые указывали пальцами спрашивали почему это происходит в ее жизни их уже давным давно нет живых но часто люди просто берегут себя например свою юность а потом говорит я берег себя но в результате ничего не получилось наверное у меня ничего не получается и просто человек решает оторваться а потом через всю жизнь страдает и так это искушение приходит нашу жизнь когда мы проходим через какие-то из писать и испытания искушение сдаться и последнее искушение послушайте когда мы проходим через какую-то борьбу искушение что-то делать искушение что-то делать вообще сама работа это неплохо или заняться каким-то полезным делом но когда вы попадаете в какой-то шторм послушайте то библия говорит сила ваша сидеть что спокойно в чем проблема бог обещает народу своему свою милость в определенное время но человек подождал чуть-чуть и начинает действовать он говорит что-то в моей жизни ничего не происходит в результате он иногда делает ситуацию не лучше а еще хуже мы знаете действуем по принципу на бога надейся как дальше люди говорят а сам не плашай и так через всю жизнь но на самом деле библия говорит блажен надеющийся на него любой пример друзья мои в жизни как мы начинаем действовать вот например у меня была такая проблема с носом от полипы и мне сказали на украине что сделаешь операции будешь дышать как как новорожденный младенец я говорю своими словами после этого и там и здесь есть несколько операций сделали но нос как не дышал так и не дышит и я себя вернуть всю назад я бы не сделал бы ни одной может быть вы через подобные ситуации не проходили в каждого своя своя дорога но мы думаю такую такой-то профессор сказал что так будет лучше но никогда мы не знаем он решил деньги заработано то тебе или действительно тебе что помочь и кроме это кроме всех профессоров есть на небе бог который знает твою и мою судьбу я не говорю что вообще не надо идти в больницу нет они благословения они иногда выручают спасают помогают да но просто мой принцип когда завезли тогда уже пусть режут а когда ногами своими и и что думай потому что могут из-за и ну ладно не буду но хорошо думай поэтому желание что-то делать вы знаете что христиане они удивительные люди где бы они не становились на жительство они постоянно куда-то собираются особенно это относится к иммигрантам которые однажды уже оторвались от насиженного нажитого мест для них уехать куда угодно это просто из или запросто но библия говорит сила их сидеть спокойно безусловно вы сейчас меня слушаете и я не говорю так говорит господь но я говорю авторитетным словом божьим сила их сидеть спокойно может быть кто-то верит что в новой зеландии жить хорошо может быть еще кое-где я не знаю но я знаю следующее что безопасных мест на земле все меньше и меньше но есть надежное укрытие в иисусе христе аллилуйя и твой сердечный покой он не зависит от того где ты будешь жить или где ты живешь от того что происходит твоем сердце аллилуйя богу люди которые не возлагают свое упование на бога они рано или поздно будут разочарованы но не к этому благоволит бог смотрите я об этом что говорю подтверждаю писанием обратите внимание христу говорили если он царь пусть теперь сойдет со креста или других спасал а себя самого спасти не можешь послушайте что христу говорили христос надо действовать именно сейчас время явить свою славу и мощь но именно в это время исполнялось вот это слово сила их сидеть спокойно послушайте меня послушайте меня когда была благоприятная обстановка в израиле иисус был среди лучших проповедников и учителей один из лучших он исцелял он чудеса творил но когда он пошел путем голгофы путем испытаний борьбы то в нем исполнилось это слово сила их сидеть что спокойно в тишине и уповании крепость в ваша не суетитесь и не бегите сохраняйте самая главная драгоценность вашей христианской жизни это сердечный мир и вы никогда не будете разочарованы храните мир как самое драгоценное сокровище и постоянно укрепляйте и подпитывайте ваш покой не пытайтесь ваши проблемы решить без бога иначе еще больше запутаясь здесь и ваше положение еще ухудшится к сожалению мы тратим много сил на то что мы изменить или исправить уже не в состоянии библия говорит не заботьтесь ни о чем но всегда в молитве упрошение с благодарением открывайте свои желания пред богом и мир божий который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во христе иисусе это путь как мы можем обладать сердечным миром и получать ответы на наши вопросы и на наши нужды заканчивая свою проповедь как мы можем определить свою духовность еще раз обращая внимание на этот момент а потом тихое веяние ветра к сожалению многие христиане они могут свидетельствовать о том что в их жизни был огонь и если вы спрошите за их испытание они будут рассказывать об этом часами в их жизни было землетрясением и был бурный или противный ветер но так к сожалению многие и не обрели тихого успокоения для своего сердца но все что было до этого оно было не с постолом нашу жизнь с той целью чтоб мы успокоились у но христа чтоб мы успокоились в нем слава иисусу и последнее и последнее когда вашу жизнь приходят испытания или искушения запомните это правило проверяйте свою жизнь не надо переживать за соседей за другие семьи или дома но если что-то случилось просто так ничего не бывает вот случилось что-то вашей жизни спрашивайте сначала чему ты хочешь научить меня и что ты хочешь сказать мне если вы находите себя неправым значит это наказание божье и вам необходимо что покаяться если вы находите себя правым значит это испытание пришло вашу жизнь и вы должны сохранять спокойствие в терпении да благословит всех нас бог явить его славу в нашем хождении пред ним аминь